Здравствуйте, геймоголы! Небольшое включение из Фейт Гейтса в Доун. Как я и писал о прогрессе, происходящем за кадром в Дискорде, я готовлюсь к походу в Кассиду. А для этого нам нужно свободное место в пати. Потому что дядечка Друид на озере Сорион сказал, что нам в первую очередь надо заботиться тем, чтобы присоединился к нам какой-нибудь Кассидский маг. В связи с этим, конечно, следует поприветствовать вас не только от известных физических земных лиц, но и от лица Винлуда, Альтарии, Осреван, Руцео, Сарис, Алены, Марины, Эндамун, Инесса, Анжелы, Префайс, Львенгильды и Саарто. От Нотгард нас покинул, мы с ним расстались, мы разошлись с друзьями, мы не забрали у него деньги и экипировку. Я думаю, ну что нам, жалко что ли? Мы все равно не особо пользовались его друидскими силами, плюс у нас там кто-нибудь еще скоро подойдет к тому уровню, когда сможет друидские заклинания учить. И сейчас я хочу отправить Алену в Ларвин, на поезде этого подземного, на Киевтрейне, чтобы освободить место для какого-нибудь Кассидского мага. Сейчас мы приценимся, посмотрим сколько билетики стоят. Так, тут у них перерыв, здесь у них перерыв, в третьем окошке тоже перерыв, в четвертом окошке тоже, в пятом. Ну вот, допустим, one-way ticket, сколько стоит 2000? Фигня. Я не уверен, что я доеду прямо вот так вот сразу. На всякий случай я возьму дневной абонемент за 3,5 ты. В смысле, а что тут так дорого? В смысле, наоборот, дешево. А, нет, нормально. Это вот, да. Это ежемесячный абонемент, дорого. Вот дневной возьму на всякий случай, взял-ка там, не сразу доеду, еще какие-нибудь пересадки будут. Все, я беру. Беру и билет. Все, хорошо. Сейчас я ее отцеплю от пати. Пати. Не то. Пати. Сплит. Алена. До свидания. Сейчас мы на нее переключимся. Пати. Свич ту Алена. Вот, что у нее сейчас там. по своим денежным запасам и... Ой, а она что, все деньги пати забрала? Кадди, как это так могло выйти? Давайте-ка мы сейчас переключимся опять на пати вину, да и проверим, что по деньгам. Если ее со всеми деньгами отпустил, это нехорошо. Это значит, мы бомжевать будем. Блин, да, у нее все деньги остались. Тупо. Ладно, надо будет загрузиться сейчас. Произошла глупость. Раз, два, три, четыре, пять. Загрузите единичку. Все, идем опять туда. Так, сколько у нее сейчас у самой по себе денег? Ноль. Ну, сейчас мы тогда отсыпем... Ну, десять тысячей дадим в дорогу. Три с половиной на билет, ну и так еще другой пати помочь денежно немножко. Так и сделаем. Так, трансфер на пиастре. Алене. А как тут? На клавишах-то, наверное, не набрать, да? Да, на клавишах не набирается. Сейчас так, на плюсик понажимаем. Ну, вот, девять тысячи и хватит. Черри! У меня под столом происходит странное. У нас собака дом перевернула. Маленький дом. Ты че? Ты че? В бесячку впала что ли? Ну, это, конечно, сюрприз. Все, девять тысяч ты получаешь. Отлично. Сейчас мы на всех этапах будем сейвиться, на всякий случай. Сплит пати. Алена. Подцепляем Алену. На нее переключаемся. Еще у нее хороший запас рационов. Ну, давай еще раз посмотрим, сколько. Ну, из той пати можно будет не париться какое-то долгое время достаточно. По поводу еды. Ну, это хорошо. Я уверен, что у нас осталось пати Винвуда тоже много всего. Ну, и как-то странно там вот нет. Все, покупаем билетик. Смотрим, какое окошко. О, нормально. Да давайте. Идем на платформу. Следующий поезд через 2 часа. Ну, ждем. Другая пати пока проснулась. Судя по сообщению, если я ничего тут не приглядел. Все, поезд подъезжает. Ориентируемся на Хэлл Стейшн и Парк Стейшн. Нам там выходить. Следующий Лайк Эйдж. Традиционный вид в великолепном вагоне. Блевота, отрубленные ноги, человек валяющийся, кондуктор, тормошащий кого-то. Следующая станция Лайк Эйдж. Осторожно, двери открываются. Ну, едем дальше. Вот, Хэлл Стейшн. Как раз то, что нам нужно. И билет не проверено. Можно было зайцем поехать. Зайкой. Кроликом поехать. Поехать шиншилой. Лодичка. Хорошая чертовка. Ну и все. Мы выходим. Пантия и Папати ентерит за Стейшн Холл. Все. До свидания. Хоу Стейшн. Она на юго-западе города. Сориентироваться, как выходить дальше к югу. И... Не помню. Всех этих... Расплетений этих улиц. Какая-то у нас что? Это банк, наверное. Не помню. Как тут все расположено. А, во, я вижу, его даем. Значит, мы... Да, увы, когда сейчас на мостик зайдем. Дырка в стене нам тут не интересна. Мы с этой дыркой уже знакомы. Два попрошайки подошли к нам. Ну, давайте пообщаемся с ними. Хотя нет, я передумываю. Дизенгейдж. А где тут мост? А, вот, вижу. Блин, опять обходить. Ой, эти... Пулачки эти запутанные. Мы бы соединимся с другой пати. Черри? Кто делает, когда зовут? Непослушная собачка немножко. Ну, не немножко, да? Не немножко. Так вот, мы нашли эту пати. Мы сейчас в нее вступим. Пати. Трансфер. Все, мы присоединились. Так, сейчас этих ребят к нам покормить. Сводим их в таверну. Я надеюсь, в это время суток можно с детьми. Я напомню, что ребенком у нас считается непристойно выглядящий инес. Можно есть, отлично. Значит, будем есть что? Фруктовый тарт. Хлеб. Потата. Ветчинка с яйцом, с яйцами. Филе. Неизвестно чего. Эпл пай. Жареная кошка. Это кошка. Рыбный суп. Вот рыбный суп, интересно. Давайте на всех. Не наелись, не все наелись. Тогда еще закусим филешкой какой-нибудь. Чего тут филе за 3,5 тысячи? Ни фига себе. Нормально, ладно. Позволим себе немножечко побаловать животик. И выпивка. Ну, в смысле, не обязательно выпивка. Но вот темное пиво, почему бы не взять всем? Давайте тут. Давно не виделись, все такое. Вы попили, поели. Делаем сейв. Это важно. Сейчас тут, наверное, ну, пока, наверное, не стоит. На всякий случай. А вот потом можно будет уже разделить еду, воду. Вот это все на всех. Поровну. Чтобы. Ну, чтобы было поровну. Так. Этих ребяток я пока выведу куда-нибудь вот сюда, к выходу поближе. И переключаемся на пати с винудом. Ну, и идем в сторону Кассиды. А как я туда иду? Я туда иду на запад. По коробочке. Город не пересекать, не волнуйся. Ждать в центре. Просто по краю города пойдем. Со старым моряком даже говорить не будем. Идем мимо. У нас свои дела. У него свои. О, тут много ребят. Один старый моряк, два охотника, три буконьера и три гладиатора. Надо что-то с этим сделать, я думаю, пообщаться. Может, там, что выйдет из этой бута, он не по-по-по-полезная. За это время чего успела тут? Ну, немножечко Декстерити получили разные люди. Алена, в частности, Декстерити, как минимум, одну получила из разговоров с незнакомцами. Сарис вот сейчас, вот буквально несколько минут назад до записи, нашла в процессе битвы, случившейся из-за оскорблений на улице, Мэйдж Клоук. Мы заменили Волджеркин на Мэйдж Клоук. Там еще всякое оружие понаходили, фигню всякую повыкидывал. Ходить в магазин за копейки это продавать не хочется. Немножко пофармились тут, поподнаторели. Ой, попрошайки подошли, но с этим мне, наверное, даже драться придется. Да. Оттайте деньги или мы вас убьем. Нет. Нет. Они камнем кинули в Ольтарио. Они что? Думают, что безгрешны, что ли? Ну, они сами виноваты. Напали, умерли. Такое случается. Нам сделать сейв. Ну, а то что это такое? Ну, это же не по-человечески. Идут люди по улице. Видно, что у них какое-то дело есть важное. Нет, хотим денег с них стрясти под угрозой смерти. Ты попроси по-человечески. Может, и помогли бы. Нам жалко, что ли. Мы вон себе комнаты в гостиницах за 7 тысяч позволяем. Мы по-порошайке какому-то не можем отсыпать. Нет, хотим нападать. А вы по-человечески. Дойдите. Объясните ситуацию. Если звучит и выглядите подозрительно, то ну как-нибудь подкрепите это. Факт неприбывательный. Это мало ли. Это была история. Очень много таких историй было, думаю. Со многими из нас. Тогда подходит какой-нибудь человек и говорит. Ой, у меня тут это самое. Я пошел в магазин. Забыл карточку свою. Золотую банковскую карточку. Он такой потрепанный пиджак с заплеванным кетчупом поправляет. Нет. Не дадите мне наличных денег, чтобы купить в магазине продуктов. А я вам потом номер карточки скажете и я верну. Вот. Тут примерно то же самое, что дай деньги или убью. Только вот убивать не собирается. Хочет обмануть. Тоже неприятно. Если вдруг и правда что-то серьезное, то честно скажи. Не убудет. Вот с этими придется повоевать это чувство. Они даже не пытаются начать разговор. Но я попытаюсь отпугнуть их буйным криком. Не вышел. Ну давайте повоюем. Ого. А вон-то у них серьезный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Офигеть. Жесть. Они просто замородовали Осерван. Хорошо, что Марина умеет оживлять уже. Это жесть вообще. Как так можно? Мне придется использовать поезон. Чтобы они никого больше не тронули точно. Офигеть. Рутс его сейчас полечит у нас Осерман основательно. Английским силолом. Вот так. Где у меня окошко? Вот оно. Полечено. Сколько у нее уже на счетчике смерти? Четыре. Вот у Руссова больше всех. Я немножко беспокоюсь, что случится, если он еще поумирает. Мне вот тут в подсказках, в комментариях уже писали, давя-давячи, что в Аларен Волтс надо сходить, чтобы как-то счетчик смерти избрасывать или восстанавливать лояльность, связанную... Потери, которые связаны со смертями частыми у сопартийцев. Но я туда пока не смог попасть. Может быть, как-нибудь потом. И эти драться хотят, давай, фиге, фишка. Почему на Осерман опять все накинулись? Бесстыдники. Город убийц. О, она зелена шла. Чего у нас тут? По зелиям, зелия и силы. Ну, когда-нибудь кому-нибудь. Свидание, пираты. Мы покидаем ужасный город. И топаем до знака, указывающего на восток, где кассиды. Я так полагаю, да? Наверное. Который час тут? Полудвенадцатого. Денек, а у нас шесть часов. Так что, я думаю, продолжим уже в следующий раз. Коротенькое включение из мира фейтгейца в Дон закончено. Как тут я это делал? Game. Квит. Yes. Один. Спасибо всем, кто все еще продолжает следить за прогрессом в этой удивительной истории, полной филеров. Потому что часто происходит примерно ничего, связанное с сюжетом, но многое, конечно, связанное для прогресса и качества жизни наших персонажей. Среди которых у нас есть кто? Есть Вимут, Альтария, Освилен, Руцелла, Сарес, Алена теперь в другой пати. Марина, Эндамун, Анджела, Инес, Префайс, Элленгильда и Сартула. Они с вами прощаются, так же, как и мы. На этом все. До свидания.